Белорусский коллектив Стартовые периоды матчей в текущем сезоне складываются для нашей команды не лучшим образом. К сожалению, это не самая приятная тенденция, продолжилась и в отчетной встрече. Уфимцы, конечно, не провалили отрезок, но они были далеки от своей лучшей игры и часто сбивались на индивидуальные действия. Игровое преимущество гостей наглядно демонстрирует соотношение бросков. Менчане почти втрое перебросали хозяев 14-5, поэтому Николасу Светбергу пришлось очень непросто, но он выдержал. Ну, хотелось бы, конечно, все-таки скорости. Я привык. Мы летаем на больших скоростях, 28 тысяч километров в час. Ну, здесь, естественно, не такой скорость, но хотя бы большую, чем. Вот я сейчас посмотрел, показывали, было бы здорово. Игроки команд словно услышали то, что говорил в первом перерыве Сергей Ривен и, следуя его наказу, стали играть на более высоких скоростях. Особенно усердствовали в нападении уфимцы, которые даже в меньшинстве пытались что-то придумать в атаке. Моменты у ворот с Кривенца возникали с завидным постоянством, но юлаевцев преследовало какое-то катастрофическое невезение. Менчане, в свою очередь, терпеливо ждали своего шанса и забили тогда, когда хозяева играли в меньшинстве. Все прекрасно понимают, что в такой ситуации находимся, естественно, все хотят забить. Может быть, от этого где-то закрепощаются. Потому что моментов создаем очень много, моменты хорошие, но, к сожалению, срезаться пока не очень. Всю свою злость от череды нереализованных моментов юлаевцы продемонстрировали в заключительном периоде. Подопечные Игоря Захаркина играли с большим желанием и буквально бомбардировали ворота соперника бросками с различных позиций. Но шайба предательски не хотела попадать в цель. Тем не менее, старания хозяев не прошли даром и увенчались успехом после затяжной позиционной атаки. Игорь Макаров не стал бросать из выгодной ситуации и отпасовал на пятак, где Евгений Бодров сыграл предельно просто. Но от этого гол не стал менее эффектным. Ну а следом случилось необъяснимое. Вбрасывание в центральном круге, шайба доставляется в зону Салавата и Светбург вновь вынужден капитулировать. Отчаянные попытки спасти матч уже ничего не решили. Ну я, видимо, в очередной раз должен константировать неэффективность нашей игры, неэффективность игры в атаке и нелепые ошибки, которые мы допускаем. Особенно в ситуациях, когда мы сравниваем результат с такой большой, после такой огромной работы, проделанной парнями. Чувство горечи от стольких поражений пока не пропадает. Полоса невезения в любом случае закончится. Тем более с таким желанием, которое есть у наших хоккеистов. Ну а за черной полосой, как известно, следует белое. Ждем и верим в команду. Эдуард Хизбульн, Константин Данилов, хоккейный клуб Салават Юлаев.